Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли, вы на канале Мотохайкер. Итак, в этом видео мы поговорим с вами о сумках для мыльно-рыльных принадлежностей и в частности легкоходства. Как вы знаете, я собираю сейчас себе рюкзак с легкоходной снарягой для будущего мотосезона, поэтому я решил заморочиться вообще всей этой легкоходной трекинговой движухой. Итак, раньше, когда-то, неважно куда я ездил, даже на мотоцикле, на машине или даже на самолете, неважно, я всегда брал вот такую сумочку, да, то есть тут есть кармашки всякие, туда можно много чего напихать. Ну, в общем, удобная сумка, вот скажем так, для поездок, как мне тогда казалось, потому что она действительно вместительная. Но масса этой сумки, давайте, чтобы не быть голословным, я сейчас при вас ее взвесю, 120 грамм. 120 грамм, да? Ну, это не слишком мало, я бы сказал. Ну, если вы там едете на машине, у вас там чемодан, то, в принципе, это не принципиально, можно. Потом я стал использовать вот такой вот пенал, то есть это обыкновенный пенал для авторучек, карандашей, фломастером, ну, каким пользуется большинство школьников, скажем так. Его масса составляет 50 грамм, то есть чистого веса, пустой вес. И я так подумал, да, ну, он, в принципе, нормальный, удобный, прикольный, маленький. Ну, 50 грамм, я подумал, что это как-то многовато. Поэтому я заказал себе специальную сумочку от C2 Summit. Довольно-таки известный бренд. Сделана она из такого, ну, как бы, прозрачного силикона. Ну, я не знаю, силикон это или нет, но на ощупь, чувство, по ощущениям, вот, выглядит как силикон. Знаете, и вот когда ее там на какую-то поверхность кладешь, она вообще не скользит по нему. То есть, так, довольно-таки липнет. Она относительно небольшая, размеры я сейчас не помню наизусть. Ну, вот, как вы можете видеть, я тут уже кое-что так приблизительно положил в нее. Ну, такое самое основное, базовое. И то, кое-что здесь потом я кое-что выкину, кое-что добавлю. В общем, масса пустого вот этого чехольчика для мыльно-рынных принадлежностей состоит всего 25 грамм. Ну, 25 грамм, я так прикинул для себя. Ну, для меня это, в принципе, приемлемо. Конечно, можно взять обыкновенный мешочек, и он будет там весить еще меньше, там, грамм 15. Ну, я так подумал, сказал, ладно, мы же собираем легкоходную снарягу, не в ущерб комфорту. А это, я так подумал, вещичка все-таки относится к какому-никакому комфорту. В данный момент у меня здесь лежит небольшой флакончик дезодоранта, то есть буквально маленький-маленький такой. Потом два кусочка мыла по 10 грамм, зубная паста, дезинфицирующие салфетки и крем для рук. Ну, у меня руки очень сухие, сохнут, и мне нужен крем для рук. И то я, наверное, найду какой-нибудь другой крем, который будет, ну, более компактно упакован, меньше весить. Что касается вот этих дезинфицирующих салфеток, то они, скорее всего, пойдут в аптечку, потому что, ну, у них функция дезинфицировать. И, соответственно, если какая-то там рана, порез или что-то, они, ну, ихнее место, я считаю, что в аптечке. Поэтому данный набор еще будет все пересмотрено, переделано. Это сейчас не суть. Сейчас мы говорим именно о вот этих вот сумочках. Стоит ли такую сумочку брать или нет, решать, конечно, каждому. Я здесь никого ничего не рекламирую, но я просто считаю, что содержимое упаковки должно весить, ну, намного меньше, чем сама упаковка. Бывает, что такие вещи упакованы в упаковку, и сама упаковка весит в 2-3 раза тяжелее, чем содержимое. То есть, наверняка, допустим, вы встречали такие вещи, допустим, какие-нибудь там баночки стеклянные, проза, там, с приправой. То есть, баночка весит, скажем, 100 грамм, а содержимое внутри 50 грамм. Поэтому таких упаковок просто-напросто надо избегать. Естественно, это еще вот это все не конечный вариант. Все еще будет взвешиваться, продумываться. В общем, посмотрим, как оно, куда это все выведет. А, еще взял себе вот такое мыло, да, тут 3 куска мыла хозяйственного по 100 грамм. Каждый кусок, в принципе, его можно, допустим, поделить на 4 части, скажем так, вдоль и поперек, и потом еще вот так вдоль. То есть, получается, мы сделаем 8 кусков, 8 небольших кусков мыла. Если у вас есть какие-то предложения, как можно еще там что-то сэкономить в весе, в массе, в объеме, пожалуйста, я с удовольствием услышу ваше мнение в комментариях. Поэтому не стесняйтесь, пишите свои комментарии, как вы обходитесь, скажем, в ситуациях, когда вы там куда-то едете. Если что-то полезное, я возьму с удовольствием на заметку и сделаю, возможно, так же. Ну, а, собственно, все. Мне больше сказать на эту тему в данный момент нечего. Естественно, когда-нибудь там во время каких-то поездок, походов, путешествий я вас буду делать на всю свою снарягу, то, что я вот сейчас вам так, скажем так, диванно обозреваю. Буду делать какие-то детальные обзоры, делиться с вами каким-то практическим опытом использования той или иной вещью. А сейчас это просто такие диванные распаковки. Я просто делюсь с вами впечатлениями, делюсь радостью покупки, поэтому не воспринимайте это как сейчас, вот, истина в последней инстанции. Это вот сугубо мое личное восприятие вот вещей. Конечно, я могу, а может быть, со временем я увижу что-то другое и скажу, блядь, как я заблуждался ранее. И оказывается, это вот то, что я считал легкоходным, это оказывается вообще не легкоходство. Так же, как, например, сейчас я отношусь к коврикам, да. Когда я знаю, что есть коврик массой в 250 грамм, при этом комфортабельный коврик. И когда я вижу ролики, где обозревают какие-нибудь коврики, там, ультралайт и у них масса в 600 грамм. Думаю, блядь, какой-то нафиг легкоходство. Ребята, вы что, ну погуглите, есть ультралайт, это уже не ультралайт. Да, технологии как бы идут, развиваются, все изменяется. Может быть, там, 5 лет назад это считалось ультралайт, но на сегодняшний день. Поэтому, ребята, все меняется. Ладно, ребят, все, не буду вас больше забалтывать. Ставьте лайки, дизлайки, оставляйте свои комментарии. С вами был Вилли, увидимся, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok